Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии «Я так думаю» прямой эфир и в гостях у нас, Саш, представишь себя сам? Да, Александр Серегин, историк, автор серии книг «Проект Россия». Мы все знаем, о том, о чем мы будем сегодня говорить. Мне кажется, это все касается каждого, да? Или коснется? Совершенно верно, обязательно коснется. Саш, тема такая с сегодняшнего дня, с чего мы начнем с тобой сначала. Это врачи, юристы, ученые. О них поговорим. И Минтруд назвал наиболее востребованной профессией в 2017 году. Это очень интересный список. Похоже на фантастику, но, скорее всего, это уже теперь не фантастика. Ну да, в любом случае, рабочие профессии пока нужны. Не всех заменили еще пока роботы, потому что роботы только внедряются в нашу жизнь. И мы знаем сейчас, например, в Китае многие крупные бренды уже исчезли. Исчезли предприятия, как Nike, как другие пошивочные крупные мастерские, как сборка айфонов. Все переезжают на историческую родину. И там это все делают роботы. Дело в том, что роботам даже не нужно освещение. Это называется темными фабриками, когда просто идет, кипит работа, и те вещи получаются более качественные. Но рабочие профессии еще долгое время будут востребованы, особенно врачи, маляры, художники, работники творческих профессий. И мы знаем, что у нас есть один товарищ, который разобрался в рабочих профессиях очень хорошо. Он сам выходец с Нижнего Тагила, работал на Уралвагонзаводе на знаменитом. Поэтому он всегда за рабочие профессии и за наставничество, за передачу навыков старшему поколению, более молодому. Чтобы не только выпивали после работы, выходили и знали, что до ближайшего магазина можно дойти, а имели навык. Например, сейчас везде вы можете увидеть объявление, что токарям, сварщикам платятся большие деньги. Да, но кто об этом знает, но молодежь не идет. Почему? Давайте спросим у Сергея Кайнова. А мы Сереже начнем звонить? Ну а кого я сейчас спросил? Давайте спросим у Сергея Кайнова. Да, да, да. Почему они знают о делалек, а не идут? Давайте позвоним. А мы позвоним? Тому, кто знает все. Сергей Кайнов. Ну рабочая профессия, Саш, нуждается в качественной рекламе, так или иначе. Имидж подпорчен? Этого рекламы нет? Имидж, да. Еще с конца Советского Союза подпорчен имидж, да. Это не началось ни сейчас. Опять коммунисты виноваты? Да. Но пока Сергей не отвечает, пускай повисит. Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен. Отлично. Ничего страшного, да. Он, наверное, сейчас думает о рабочем профессии. У нас сегодня в гостях, Саш, будет еще один человек, который эксперт в этой области. Его зовут Игорь. Попробуй его найти, пока ты прекрасно говоришь. Да, дело в том, что опять вернемся к роботам. Сейчас уже насущно становится делать профсоюз роботов. В некоторых странах с роботов решили брать налоги, потому что робот стал опережать по своему мастерству, по своим навыкам человека. И мы знаем, что через определенное время роботы полностью заменят практически 99 рабочих профессий. Останутся какие-то творческие. Роботы сейчас даже журналистов заменяют, юристов. Да, здесь я могу заметить, насчет творческих они останутся. Сейчас творчество переходит тоже в такую электронную версию. Ты можешь обучаться рисованию онлайн, ты можешь заниматься йогой онлайн. Это тоже электронный вид творчества, так можно сказать. Поэтому даже творчество некое изменение. Дело в том, что если вернуться к рабочим профессиям, то есть это человек, когда что-то должен делать своими руками всегда. Это очень полезно, это полезно для развития. Например, сейчас практически нет в школе хороших трудовиков. Они все уже как бы состарились, ушли, которые очень любили эти профессии. И детям могли привить вот это вот, знаете, когда делали табуретки, я помню, мы все время делали из дерева табуретки. Мы швабры делали, у вас, видимо, чтобы мы подвали, так было много. Да, вот, есть люди, которые делали швабры, да, и потом, наверное, их продавали. На ближайшем рынке. Вот. Но дело в том, что работа руками, она невероятно делает, собственно, человек из обезьяны, если мы будем придерживаться теории Дарвина. Вышел только потому, что он стал что-то делать руками. Он собрал первый каменный топор и так далее. То есть, вот руки, моторика рук сама по себе, вот эти вот движения правильными руками, они невероятно полезны. Да, и тут начинаешь. Да, и начинают мозги. А сейчас что у нас получается? Мы работаем правой рукой, левым полушарий, правой полушарий. Да, у многих мозолей возникло от того, что они в экран смартфона бьют, и все. Это вас айфон научил тыкать на все, что вы делаете. Уважаемый закадровый голос, а будьте так любезны, очень хочется позвонить нашему эксперту. Да, позвоните. А так помогите, закадровый голос. Он может по голосу, да, позвонить? Дорогой, закадровый голос, все-таки хочется найти... Хай, а вот выходит на связь... Да, в 10.45 походим. В 10.45. Друзья мои, давайте найдем Игоря коллективно. Да, давайте. Да, потому что человек живет в тех местах. Да, будет интересно, он сможет... Он с Урала и там как-то поближе. Дело в том, что в больших городах практически уже нету. Тут должен кто-то такого. Это интересно, да, я разговаривала с Марией Азаренок на эту тему. И она мне говорит о том, что, Ксюш, ты, наверное, задавала эти вопросы все-таки в Москве как-то, да, в большей степени. Потому что если говорить о городах, далее, у них совершенно по-другому обстановка. И это нормально, Россия огромная, да? Да, вы представьте, что в Москве практически 8 миллионов туда-сюда праздно шатающихся граждан, и еще 3-4 приезжают каждый день на вокзалах. И мы видим, как утром огромное количество автомобилей, пробки, все едут в Москву. Они не едут к станкам, они не едут к чему-то такому, что к производству. Они едут только за деньгами. Вот Москва – это большой город, конгломерат, где просто идет элементарное перетягивание денег на свою сторону. Да, огромный магнит, да, огромный магнит, и нету промышленных предприятий. Все, последний вот был ЗИЛ, такой крупнейший, он уничтожен, и все остальные. Дело в том, что в чем оказалась суть? Мы долго в нашей лаборатории от BMW, от Citroёn и еще что-то все собрали, вообще все детали были иностранными производителями, и только наши рабочие руки, которые это все собрали, более-менее поехали. Но оказалось, что наша нация, она русские, мы такие люди, что у нас идеи, то есть мы креативная нация, и мы вот на этот международный экспорт всего, итальянцы делают обувь, немцы что-то другое, китайцы копируют, а мы вот нация идеи, мы должны посмотреть, как так, и все изобретения многочисленные, практически сделаны русскими людьми. Да, ну Саш, но неисполненная идея, неосуществленная, она не стоит денег, это просто идея, это просто у тебя в голове, это просто твоя фантазия. Мы хороши тем, что да, мы придумываем, мы тут каждые пять минут креативим, делай из этого деньги, если вы такие умные, почему-то такие бедные. А вот весь мир, он пока разделен, потому что еще нету общего такого понятия, как, ну, были попытки общий рынок сделать, но они провалились. А на самом деле, когда не будет границ, и все будут огромным государством, планетой Земля, да, тогда, собственно, и это и будет. Это очень интересно, да, я не могу поехать в другую страну, мне нужны документы, я хочу по Земле ходить так, где я хочу, я хочу взять и перейти, это земля моя такая же, как Маша, это здорово. Да, может, у тебя лучше всего получилось бы возделать пальму, то есть ты можешь... Очевидно, да. Да, там, выращивать бананы, да, но никак не это самое, не огурцы или быть именно, да, швеей мотористкой. Да. Но этот период еще переходный, и вот рабочие профессии, они еще, как бы, мы не можем резко перескочить в новый технологический уклад. Вот сейчас четвертый технологический уклад идет, пятый мы очень быстро проехали, и все вместе, всем миром сейчас въезжаем в шестой. В шестой это практически все, это виртуальная реальность полностью везде, да, это автомобили-дальнобойщики без дальнобойщиков, это без официантов кафе, это без рецепшена гостиницы и так далее, то есть это вот огромный такой вот мир. Практически, когда рабочие профессии будут невостребованы. Да, это интересно, я читала исследование одного такого достаточно медийного риэлтора, если можно так выразиться, да, который говорил о будущем 2020 году, как будем мы продавать и покупать недвижимость, да. Я немножко с этим миром знакома, и, то есть человек, приходя там, как сейчас в МФЦ, например, да, стоит в монитор, ты подходишь, уже сразу считывается, да, там информация, какие у тебя документы, с какой собственность, не нужно никому ничего доказывать, что происходит сейчас. Ведь это очень, не то что сложный путь, это настолько хитросплетение, и за все эти годы накопившиеся вот эти вот недознания, да, а то, что этот процесс просто становится порой невозможен, то есть человек просто хочет реализовать что-то или приобрести, а это невозможно по каким-то обстоятельствам. Здесь же... Ну, здесь будет технология блокчейн. Здесь же технологии, ты подходишь, уже идет информация. Блокчейн. Что, как, да, сколько тебе денег, все, что ты делаешь, это также в электронном виде выбираешь себе агента, он тоже может быть компьютерной программой, скорее всего, да, и вас там потянуло к тебе или потянула ваша программа, вы совпали, через два дня у тебя на счет появляются свои деньги, либо же ты приобретаешь жилье. Это так должно быть. Конечно. Так должно быть. Да, и должна быть история вопросов, технологии блокчейна, когда вся цепочка понятна. Когда, где, что, из чего, и это, кстати, будет большой заслонкой для мошеннических действий всем, потому что все будет прозрачно. Да, они будут возможности. Да, все будет прозрачно. Они как... Да, какой-то огромный пазл сложится. Да, да, так будет, так должно быть. Но вернемся все-таки вот к нашему специалисту, может быть... Уважаемый закадровый голос, а его зовут Игорь. Да, Игорь, да, вот тут у нас один Игорь. Один? Какой Игорь? Игорь, подождите, найдите вот в переписочке с Сергеем Каэном, которым вы пытались дозвониться, там есть имя контакта, того самого, которому нужно дозвонить. Да, потому что на Урале сейчас уже время там часа два, да, раньше. Ну, у нас плюс два часа, да. Да. Но они еще не спят еще. Еще не спят. Они там вообще редко спят. Да, они работают. Пробовали спать на Урале как-то. Ну, да, вот. Слушай, закадровый голос, уважаемый. Игорь, у нас один в списке контактов. Ну, дайте ему позвоню. Ну, мы узнаем, кто он, и заодно познакомимся. Я тебе говорю, в переписке его нет в контакте. А я не understand, где переписка. Игорь Иванович, нет. Ты скайпом пользовалась? Ну, в детстве. Слушайте, подберут ведущих по объявлению, я не знаю. Да, я вообще как-то вот Эйвон продавала, понимаешь? На фрилансе. Удите, садитесь, ведите передачу. Будем знать, как Эйвон людям гордит. Я просто мимо шла, знаешь, она, это, Бирилева. На-на-на. Так. Бирилева, да. Такие, что делать, уважаемый господин? Ну, правда, не знаю. Да, ну, что делать с рабочими профессиями сейчас? Да. Полная катастрофа происходит. Рабочего, да. Последний рабочий, это был Шандыбин, такой депутат, который с кувалдой приходил на заседание Госдумы. Так, где вышло, что нужно. Говорил, я вам этой кувалдой разнесу всем, потому что крупнейшие предприятия сейчас задыхаются просто от нехватки нормальных работников. Идет процесс деградации такой. Да? Жесткий, да. Узбеки, таджики не хотят работать на заводе. Странные люди. Да, хотя бы могли бы получать действительно хорошие деньги, да, вот, например, токарь-таджик вполне возможно. А с чем это связано? Вот я, например, не понимаю. Ну, это тоже как бы с национальной особенностью связано. И это мы никогда не заставим, там, Чукчи стать, например, «Сомелье». Чукчи «Сомелье»? Да. Забавно. Вы придумали название ресторана, русские, раз «идея», раз «идея». Ну, наверное, самая лучшая рабочая профессия – это «Сомелье» на фрилансе. А так у нас, по-моему, любовь, любовь на «Сомелье» на фрилансе. Мне подходит, реально. Это смешно, прям, записать хочется. Ну, где-то, да, напиши. Потом скажешь, что книгу издала, авторские права, все. Вот, звоните, Игорь. Договорим. Да, отлично. Вот, вам. Выгоним? Да. Весело? Скажи, прям. Игорь Рыдынко. Да? Тот же занят, наверное. У станка все находятся сейчас. Да, да, да. Поляризирует. Сейчас пока остановить станок. А, соединение, ребята. Ну, да. Ну, все… Вот видишь? Я вижу. А ты? Слышишь? И даже слышу. Звони начальнику, жалуйся. Начальнику транспортного цеха. Да, да, да. Сать. Ну, там у нас будет только пик, 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 да. Не все страшно, мы решили, что материться можно. Можно, да. Особенно начальнику транспортного цеха. Милый закадровый голос, а как теперь все вернуть, как было? А, вот Сергей Кайнов, сори. Вот, звоним начальнику транспортного цеха. Автор, автор у всего этого Бедлава. Да, да. Не просим его рассказать, как он относится к чему-чему сомелье. К чему-чему сомелье. Надо в список добавить, Саш, вот это, 2040-го года, фастфьючер, понимаешь? Мне кажется, это будет такой, знаешь, самый оригинал. Сомелье на фрилансе, да, такой. Зовите, куда хочешь, приду. Да, да, да. Человек, которому вы пытаетесь пополнить, времена не дошла. Да, хотя время он нам сам назначил, но ничего страшного. А он специально время, чтобы знать, когда не брать. Да, да, да. Зума был нам, выставил. Трансформация общества, она как бы неизбежна все равно, и многие профессии просто будут отмирать прям целыми пачками. Вот, да, да, отлично. Вы с нами? Так. Да, надо было. О. Привет. Привет. Да. Здравствуйте, Сергей. Здорово, сейчас я вас позоверю в транспортный. Да. Начальник транспортного цеха. Начальник транспортного цеха. Вы в эфире. Вы в эфире. Вы в эфире. Вы в эфире. Ты нас видишь или слиешь? А почему трансляция на эфире? У нас все видно. Куда ему показывать ее должны? Да. Ну, вот мы видим, собственно говоря, тоже навыки рабочие. То есть человек заливает масло в двигатель, надо открыть капот, открутить крышечку, достать масло, залить, закрутить крышечку масла. Правильно закрутить крышку в двигателе, потому что если мы неправильно ее закрутим, не до конца, она может вылететь, масло вытечет и двигатель стуканет. То есть работники автосервисов часто пользуются, недобросовестные работники автосервисов, пользуются такими моментами, когда хотят запороть, например, какую-то машину, они могут хорошие детали вытаскивать и оставить какие-то с большим износом. И чтобы к концу в воду можно всегда ослабить давление в крышечке и никаких проблем, то есть немножко убрать. Вот. Рабочие и колхозники. Да. Нам нужно... Это самое забавное, что... Колхозника послухала и сбежала. Да. Колхозники тоже сейчас вот как... Закрыл, да? Да, мы знаем эти... Руссельмаш, да, компания? Да. Комбайны делает. Да. Но они даже еще не приступили к беспилотным комбайнам. Так, отлично. Это растет этот самый... Рабочий. Да, да, ты давай про рабочие профессии. Про сайт все будет. Не переживай про сайт, мы тебя слушаем. Да, да. Мы тут остановились на том, что придумали как минимум чук-чук-самелье. Да, да. И роботов работающих в полной темноте по памяти. Да, да, нет. Но еще был разговор о том, что наставничество, к сожалению, ушло из нашего как бы мира. И люди стали... Ушла мода на профессии. Мы не сможем перескочить сейчас очень быстро в новый технологический век. Я вообще не слышу. Да, ага. Может, ему... А ты громкости добавь? Я не вижу. Да. Может быть, ему еще так позвонить параллельно? Да, да. Это первое, это золото. Ну да, это не... Не, ну... Нет, это... Там должна быть экрана почему-то там... Не, ну, его видно хорошо. Да. Собственно говоря... Ты просто езжай там тихонечко. Да, да, это... Следи за дорогой. Автомобиль этого немецкого производства. Порше, да, Каен, такой... Вряд ли в наших заводах возможно это сделать. Сколько надо вложить сил и культуры вот этой вот рабочей, чтобы правильно салон обтянуть, там, руль на место поставить. Все это... Именно... Я так думаю, что вся наша промышленность, если даже напряжется, если построят огромные заводы, не смогут сделать вот такую машину. Вот не смогут. Что-то не дает. Про наставничество мне нравится. Да. Это то, что... Мне кажется, ты правильно сказал, потому что у нас отсутствует культура автомобилестроения. Да не только и футбола культура. Давай, 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 футбол в Украину не трогай. Культура отсутствует, конечно. Мы хотели услышать от тебя, как от специалиста, твое личное мнение, как ты думаешь, какие все-таки рабочие профессии нуждаются в наставничестве, какие еще будут нужны. Токарь нужен будет или все-таки робот будет работать? Например, вот такой самый простой пример. Токарь. Он как? Он нужен живой или все-таки будет сейчас уже это все ЧПУ, робот делать и так далее? Болванку кто принесет к этому? Станку поставит. Так, не слышит нас. Он пытается через телефон это сделать. Ну да. Он звонит кому-то из нас. Мы приготовились. Кому-то, да. Сейчас поступит звонок в студию. Да, да. Оттуда. Мы хорошо слышим. Я вот сижу и смотрю на трансляцию. Я вижу себя. Все отлично. На сайте нету, понятно. Не хочет она там. Мы же вообще вообще не пошли? Давно уже. Давно, Василий. Ты тоже. Ну, я ничего не вижу. Я просто очень плохо слышу, что вы мне говорите. Миша, закадровый голос, уважаемый. А сколько человек мы можем посмотреть сейчас с нами? Произошла. Произошла, да. Да, вопрос. Да, вопрос. Давай просто хотя бы я с ними поговорю, успокую их, чтобы просто... Вот нам сказали... Тестим. Давай. Что мы слишком много вместе орем постоянно. И из-за этого не слышим. В конце мы с лагерем подраться вообще. Не слышим. У нас аналитическая программа, в конце концов. От тебя хотели узнать, вот характерный пример. Токари сейчас на заводах нужны или уже не нужны? И каким образом, вот просто, вот даже вот эта профессия... Подаван токаря. И... Ну, токари... Нет, токари нужны всегда. И всегда токари ценились высокой квалификации. Потому что токари низких квалификаций. На какие-то моменты, что там относительно будет, это дисквалификация. А как получить высокую квалификацию? Когда для высокой квалификации должны быть высокие интеллекты в мире. А все умные ребята, молодые, лучшие члены института получают лучшее образование. И чтобы стать теперь институтами, адвокатами, а умными, да, по их мнению. Так, ну, на токарее умных уже людей не осталось. Ну, сама профессия востребованная, я думаю, это будет всегда даже, когда будут делать роботы. Кто-то должен задавать тон. А только часть квалификации могут сдать тон и механизм. Ну, а иначе как? Кто-то должен управлять. Да-да, понял. Хорошо. Что, вы меня вырубаете? Нет, нет. Да нет, скажи еще что-то. Рассказывай. Я локость не вижу. Ну, сжигай. Что-то не будет. Еще какие, какие еще профессии, спроси, по его мнению. Хорошо, Сереж, подождите. Она как насчет банковской системы? Хорошо, мы только что обсуждали риэлторскую систему, да? О том, что... Ты переводишь? Они так же, кто разговаривает. Мы тут вообще собрались поговорить, собственно. Надо, знаешь, еще кого-то. Для глухонемых этого человека, который будет это все. И система смайлов, знаешь, для молодежи, чтобы... Сереж. Классная фишка. Насчет? Насчет того, чтобы трансляцию для немых вот здесь вот, ну, маленькое окошко. Ведь очень немых их даже в Москве 10 тысяч. Слушай, а ты прав? Наверное, есть какая-то программа, которая переводит сразу автоматически? Надо узнать. Надо узнать, да. Где они переводят? Нет. Это мы знаем, как дела. Да, это такой вопрос. Какие еще, по его мнению... Хорошо, какие останутся? Какие нужны через 20 лет? Нужны и будут, да. Через 20 лет, да? 20 лет? Ну, хотя бы 5. А, из тех, кто существует, которые есть сегодня? Ну, профессии. Ну, я думаю, что... Ну, ваше. Профессия... Ну, мне кажется, что профессия врача, она частично может влиться на автоматику, к примеру. Ну, все, все. Ну, все, кажется... Ну, хотя, с другой стороны, кому нужны врачи? Нам точно не нужно. Мы не болеем. Кому они нужны, да? Да, родникам. Ладно, у меня тут потрясающий список. Хорошо, программисты, очевидно, нужны будут. Да, нужны будут. Что, Ксюша? А, собак? Да. Она спрашивает про программисты, нужны врачи? Ну, вот. Совсем. Завис. Завис. По матрице зависла, да. Ваши электромагнитные волны? Да. Миш, сколько человек у нас? Один смотрит? Сейчас смотрит один. Ты же видишь. Это я? Нет. Ты не считаешься. Ты же не смотришь. Ну, мы теперь многое знаем о себе, правда, ребят? Что мы можем, как мы это делаем? Что-то, потому что невозможность. Да. Давайте начальника транспортного цикла. Вообще. Да. Позвоните Игорь этому. Давайте попробуем. Да, да, да. Может, там будем связь с работой. Так. Но рабочие профессии, они несколько, это другое, чем программисты. Программисты все-таки работники интеллектуальные. Нет, вообще, если мы про будущее, вообще, да, 20 лет вперед, да, то, скорее всего, они просто начнут все больше и больше, им нужно ширить базу знаний своих, да, учитывая, что все будет меняться. Ну, вот Миша прямо на правильном пути у нас. Да, он все время растет, да? Да. Нет, я в том смысле, что IT, это же все нужно будет изнутри. Ты говоришь об электронике, я говорю об электронике. Кто-то же должен в этой системе разбираться и прописывать там все новые-новые коды. Правильно? Да, да. Вот какой я вывод сделал. Готовилась к передаче, смысл? Да. Я просто... Почитала в газете «Метро». Поехала. Газета «Метро», да, кстати. А я еще вижу Сережу. Да? Вот у меня в окошке Сереж. Сереж, ты меня слышишь? Нет, он по привычке тебе показывает. Как начальник. Вон стопом, да. А, все. Я думала, что-то было не так. О! Игорь, добрый день. Студия «Я так думаю», меня зовут Ксения Гордеева. Игорь? Алло! Игорь, добрый день. Это Ксения? Москва. Москва, да. Вашингтон. Вашингтон. Мы тут... Слышу вас хорошо. А, это здорово. А может быть мы еще сделаем так, чтобы мы друг друга видели? Как насчет? Что, что-то меня не видно, да? Нет, не видно. Нет, видно, но как бы на память фото. Аватар. Аватар. Хотелось бы видеть. Да, что-то справа. А у меня красивый же аватар. Потрясающе, но хочется движения. Да, да. Мы тут двигаемся, мы не с табличками со своим фото сидим. Хочется и вас видеть. Да, да. Хотя, конечно, говорили, что по 200 рублей заплатят, если транспарат. Да, да, да. Что будет делать у нас? Что делать? Ну, мы про будущее все. Что через 20 лет будет? Какие рабочие профессии, по вашему мнению, останутся востребованными? Какие уже сейчас надо убегать и не учиться на них? Как вообще вот у вас на Урале обстановка-то с рабочими профессиями? Люди еще могут молоток в руках держать? Я хочу плохо слышно. Ага. Вот, видишь, плохо слышно. Спроси, могут ли люди еще? У меня работают, там вообще рабочий класс есть? Да. У нас в Москве-то нет рабочего класса практически. Вот спроси у него, может быть. Ну, давай картинку дождемся или так спросим? Да так спросим. Игорь? Да. Игорь, меня слышно? Мы все-таки о рабочих прочитаем. Перерывается связь, но более-менее слышно. Так, отключили все интернет в студии. Да, да. Действительно, отключили? Игорь, ну давайте все-таки постараемся. Вот как бы вот если я с воодушевлением говорю, меня как? Слышно? Да. Отлично. Мы с Сергеем, ой, с Александром Серегиным в студии. Да, да, здравствуйте, да. Привет из Москвы, Уралу, Солнечному. Добрый день. Добрый. Игорь, подскажите, пожалуйста, как там на Урале с рабочими профессиями? Мы в Москве забыли, что это такое. Да. Мы не забываем на секунду край промышленный, поэтому с профессиями великое множество, разнообразие и очень много свободных вакантных мест. Но, опять же, и моногорода исчезают, и ввиду как раз вот московского менеджмента, удерживления и оптимизации производства, вот недавно, буквально на прошлой неделе, в Реже закрылось производство. Тысячу двести рабочих мест, к сожалению, придется оставить работникам. Поэтому ситуация крайне сложная, напряженная, в разных местах по-разному, крутятся, как могут люди. А, по-толословак, это то, что, буквально, это горячая новость. А сами профессии, какие живые остались у них, там, токар, фрезеровщик, вот эти вот, узнаю, у них есть такие экзотики? Что-то очень интересно по географии, да, ведь? Что-что? Игорь? Очень интересно, да, по географии, вот, Саша, ты говоришь, я, возможно, была бы счастлива, выращивая, да, там, ананасы где-то. То же самое здесь, кто-то здесь в Москве, здесь и сейчас, да, находясь там в каком-то пубертатном возрасте, думает о том, что было бы... А там это можно сделать? Мы просто об этом не говорим, бери билет, и там тебя ждут. Или наоборот, да, у нас тут, это очень интересно, тут географический вопрос очень остро стоит, потому что нам об этом не говорят, вернее, не так, им об этом не говорят. Да, да, что можно, да. Им об этом не говорят, что ты можешь все, ты можешь... Да, каждый должен быть на своем месте, в конце концов, да. И каждый может быть каждым, да. Да. А где место у него-то, где? По чувству сердцем. Да, да. Вот ты сама говорила про ананасы, где я ананасы в Москве буду растить? А я не хочу растить в Москве, я это прекрасно... А я сейчас чувствую себя на своем... На окраине Италии за вином ехать на мопеде, а этого всего не хочу. Ну подожди, вот я себя, я говорю, только могу говорить за себя. Я сейчас на своем месте, я чувствую себя хорошо здесь и сейчас. Но не факт, что через пар... Подожди, это я только об этом только сейчас придумала. И раз уже придумала, это значит осуществиться, просто система еще к этому не подошла. Вот они все шестеренки повертились, уже к ананасам меня все ближе и ближе, понимаешь? Да, но здесь и сейчас хорошо должно быть. Отрубился. Там, где ананасы, там и шампанское, Саша. Да. Объясни девушке, зачем выращивать ананасы? Ну да, ну шампанское и ананасы, да, хорошее сочетание. Но опять мы, если мы сейчас находимся в прямом эфире, все-таки нас смотрят люди. И людям надо говорить, что мы все-таки за рабочей профессией или мы против рабочей профессии. Наш Игорь нам перезванивает. Ага, ну да. Урал на связи? Во, Урал. Да. Да. А скажите, вот сама пропаганда на Урале есть какая-то рабочих профессии или есть... Простите, Москва, вас очень плохо слышно. Урал на связи, да. Узнаем вот у них именно, как эти рабочие профессии пропагандируются. О них кто-то знает, рассказывается. Есть картинки, плакаты висят. Игорь, меня слышно? Приди на завод. Игорь, меня слышно? Я слышно, что очень плохо. Культивируется ли там интерес? Очень плохо. Ну, я надеюсь, каждый последующий нашим прямым эфиром мы с вами будем все лучше и лучше друг друга слышать. Игорь, сейчас мне интересно, нам интересен вопрос, да и всем, я думаю. Такой, как это популяризируется, этот момент? Есть ли плакаты, может быть, какие-то ролики? Молодежь начинает узнавать о том, что можно вот это развиться в этой области. Как это происходит? Потому что мы здесь этого не видим. Может быть, мы можем пример взять с вас, и наша молодежь поедет к вам, например. Мы сейчас говорили о географии. Что происходит? Расскажите о рекламе рабочих профессий. То, что он на слуху, это движение в защиту человека труда и славе человека труда. Ну, чем занимаются эти движения, крайне сложно сказать. Последнее, что попадалось в газетах, в электронных, премия «Золотая варежка». За какие заслуги я даю, я не представляю. За раскрытие. Это интересно, конечно, да. Здорово. А как происходит? Это в один этап дается? Золотая варежка? Да, да, да. Или какая-то конкурсная система. То есть это нужно пройти этапы. Я думаю, что в реальности никакой варежки не существует. Просто вот есть такая премия, и все. Здорово. Это как-то какой-то межзабойчик, и люди, соответственно, обмениваются. Скорее всего, у них династические какие-то. Я не знаю, как не выходит. Вот это хороший вопрос. Хороший вопрос про династию. Остались ли они? Да, да. Потому что... Такого резонанса от этого нет. Если ты родился в семье скрипача, то это, скорее всего, скрипачен. Игорь, а вот такая династийная история осталась? То есть... Конечно. Фрезеровщик зафрезеровщик... Эти славен Урал, и это никуда не денется. Династии здесь столеваров, металлургов и других рабочих профессий, естественно, будут развиваться всегда. Это безусловно. Я думаю, на этом и держится, собственно говоря, весь капиталистический бизнес. Потому что, к сожалению, или к счастью, да, у людей нет особого выбора, если он родился в семье скрипача. А он какой там? Да, да. Интересно. Да, у него нет шансов. Вы опять зависли. Мы пытаемся этого не делать. Игорь, это очень интересно. Это очень интересно. У нас уже вот этого... Мы от этого давно отошли, по-моему, по династийной. Да, да. Здесь все смешалось. Да. Ну, какие-то есть семьи врачей, может быть, там, педагогов, но в основном, да. Но я здесь... У меня здесь свое мнение обособленное, отдельное насчет этого. Я все-таки считаю, что каждый должен быть каждый, выбирать сам. И здесь вот не могу согласиться, что династийно, это хорошо. Там это нужно. Это вот как-то сохраняет всю эту, да, систему. А у меня свое мнение на этот счет все равно. Ты как думаешь? Ну, тоже не все смешалось в доме Облонских. Нету сейчас не... Те изменения, которые происходят на наших глазах, они уже быстро переформатируют весь мир. И все профессии становятся ненужными многим. Это правда ли, вот что на Уралвагонзаводе, например, сделанные продукции, годами стоит на улице, ржавеет, то есть вот в больших количествах. Игорь? Да, это тоже как бы невостребованность вот такая вот. Игорь? Я такую цифру слышал, около тысячи танков стоит просто вот под дождем, под снегом. Ну, это косяки менеджмента, потому что зачем они были нужны? Мы на всякий случай их сделали. Да, да, да. Наштамповали этих танков, да. А о том, что... Куда их девать теперь, да, их содержать надо? Да. Да, Каней особо и не нужны, там, время жизни танков в среднем бою чуть больше минут. Ага. Ну, да. Куда? Бойцы дольше живут, расходные материалы эти танки. Ничего себе. Да. В зирию их продавать, так там уже все, уже близняк, ракеты. Ракеты уже, да, все, бесполезняк. И куда девать теперь эти танки, которые наделали, наштамповали? Это большая проблема. И говорят, запчасти с тех стоящих танков перекидывают на новые, которые делают, и опять ставят, и опять выставляют. То есть записывают в графу исполнение заказа, и все эти танки стоят до горизонта. Вот. А что можно сделать с ними? С танками? Да. Переплавить на металлолом. Плавить, чтобы делать новые танки. Главное, чтобы люди заняты, работают, работают, работают. Да, да. Главное занять людей. А, чтобы примера не заняты. Детям кубики дали. Главное, чтобы люди были заняты. Да. Тогда они не поймут, где они находятся. Чем вы не кешились, лишь бы только у нас. Так, не переставали. У нас гости. Игорь опять, да. Ну, собственно-то с ним понятно. А, это Сережа. Да, Сергей. Сергей Каинов на связи. Да, да. Вот это танкист. Здравствуйте, Сергей. Звоню. Да, да. А мы алло говорим. Мы такие популярные, что очередь надо ставить. Многие звонят. Надо подождать. Сейчас переговорили с Игорем. Он хорошую очень нам сказал информацию. То, что династии живут на Урале. Столевары есть. Еще, так сказать, не все так плохо. Еще есть рабочие руки, рабочие семьи. И даже есть премия «Золотая варежка». Существует, значит, все-таки Урал. Гостя, представитель Уралваконзавода. Вот. Вызывали представители, говорит. Да. Да. Ты можешь нас положить? Нас укачивает. У нас в гостях сегодня представитель Уралваконзавода. Женщина, которая проработала очень долго на Уралваконзаводе. И вот, что дать ей слово. Скажи. Это мой ребенок молодец. Один приехал на Красную площадь, тысный, из Дижнего Тагила. Потом он ходит и говорят, что там внутри Дижнего не говорили. А к нему ходит и на танец, а вот и стучок. А он видит, ну что, как вы там сидете в Тагиле. А он даже у него, кстати, дочками говорит, у нас все равно, у нас все хватает. Ну, в общем, все хорошо в Нижнем Тагиле и на заводе, в Уралваконзавод. Да, да. Очень плохо слышно. Плохо слышно? Ну, что, нам скоро идти. Миш, какая фонология? Попросьте и респонденты говорить громче. Ну, мы попробовали, мы знаем, что это такое. Сереж, слышно? Мы все очень красивые, но вас совершенно не слышно. Вот Клим самый главный. Да, да, рабочий. Самый главный, что с ним было войны. Правильно, мы согласны. Все, за это выпьем, да. Это просто подошелся, да, шампанское время. Прекрасный момент, главное, чтобы не было войны. Это потрясающе. Спасибо большое. Уралваконзавод с нами. Да. Клим, привет. А это была студия, я так думаю. Ну, понятно, в общем, мы отрубаемся, у нас тут плохая связь. Отрубайтесь. Мы тоже отрубаемся. У нас тут привет. Клим раньше всех отрубился. Да, из земли вырубились. Ну, ребята, спасибо большое, Саш, спасибо большое. Это интересное начало. Я думаю, что будем практиковать, будем... Наводить движение, да. Наводить движение, да. Потому что то, что мы говорим, это истина, и давайте только вперед. Ура. Вот ты сейчас забыл его за истину. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok